Как и многие знаковые вещи, Silent Hill родился из конкуренции. В 1996 Capecom выпустили первый Resident Evil. Он разошелся как в Японии, так и за рубежом, сформулировал термин survival horror и задал тренд, который было трудно игнорировать. Не стали игнорировать его и в Konami, которые тоже решили запрыгнуть на жутик экспресс, причем как можно скорее. Тогда же собрали Team Silent. В команду вошли преимущественно молодые, но не слишком удачливые сотрудники компании. Почти все они раньше участвовали в провальных проектах и уже хотели выйти в дверь, когда начальство предложило им второй шанс. Кейтира Таяма, Масахира Ито, Акира Ямаука. Как минимум эти имена еще будут мелькать в индустрии, с разной периодичностью, но действительно важное одолжение они сделали ей сообща. Далось им это непросто. Мало того, что ребятам следовало создать оригинальный ужастик, он должен был отлично зайти за границей. Японцы тогда мечтали залезть в карманы гайзинов, но удавалось это не всем и не сразу. Подход к играм разнился, да и чужую культуру они понимали слабо. В том же Резиденте была уйма нелепостей, но он хотя бы имел выгодные ориентиры. Тематическое кино, например. В то же время условные Атлус продавали нишевую GRPG о подростковой менталочке, вырезая оттуда пласты контента и перекрашивая героям шевелюры. А иногда и цвет кожи. Руководители Konami пошли дальше. Они тупо собрали в комнате кучку стажеров, сказали придумайте, а потом долго удивлялись, какого черта процесс не двигается с мертвой точки. Тоже подход. Тупик очень давил на разработчиков, но не избавил от желания сделать нечто иное. Дебютный трейлер этого нечто порвет Е3-98. Вера в Team Silent вернется, их штат расширят, и к началу следующего года Silent Hill станет тихонько захватывать прилавки Северной Америки, Японии и Европы. Именно в этом порядке. Так стартовала одна из самых узнаваемых и любимых аудитории серии, которую Konami торжественно застрелили еще в начале десятых. С тех пор Хилла аутсорсили иностранным конторам, часто не имевшим ни опыта, ни интересного видения. Точку поставил Downpour. Он кокетничал со знакомыми элементами, местами даже на классические части походил, однако был бездарно написан, криво сделан, клал болт на мифологию и откровенно смешил. Увы, когда Левин закончился, закончился и Silent Hill. В 2012 еще релизились паскудные HD Collection и Book of Memories. Странная штука для PS Vita, на которую все быстренько забили. Как и на консоль, впрочем. Естественно, труп пытались откачать. Все хорошо помнят историю с пяти, чем она обернулась для Кодзимы и HR-ов Delivery Club. Казалось бы, все пропало, но в конце прошлого года Konami внезапно замутили презентацию, где анонсировали аж четыре новых тайтла. Ремейк сиквела от Blobber Team, Townfall, вроде бы это часть основной линейки, какое-то интерактивное шоу, прости господи, и конечно же F от создателя, когда плачут цикады. Ну и чайки у него тоже плачут, да. Конечно, не все они будут одинаково хороши, но факт есть факт. Франчайз получил второй шанс, как в свое время Team Silent, и Konami не имеют морального права его упустить. Я же нашел это хорошим поводом освежить материал, вернуться к любимым играм и наконец пройти те, до которых руки не дотягивались. В четверку, например. Предлагаю сделать это вместе. Конечно, в интернете хватает роликов с историей разработки, анализом символизма, теориями о мире и другим интересным материалом. Мне придется всего этого коснуться, для полноты картины, однако делать ультимативную энциклопедию серии я не стремлюсь. Я очень ценю Silent Hill и всегда хотел говорить о нем с позиции человека, на которого пытаются повлиять. Напугать, запутать, растрогать и вот это все. Поэтому здесь я также попробую озвучить свои мысли, впечатления о любимых и не очень моментах, задать вопросы и найти на ответы в этой и последующих играх. Иногда экспромтом. Хочу попытаться замешать этот формат с классическими сценарными обзорами. Посмотрим, как пойдет. А если пойдет, оцените ролик пальцем и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Как всегда напоминаю о тележке с микроблогом, фотками и обсуждением всего подряд, а также бусте, если не против помочь мне копейкой. Ранний доступ к контенту, упоминания в титрах и обзоре, а также ежемесячный созвон в нашей дискорд-конфе в благодарность от меня. Ссылки в описании. Чемоданы упаковали, машину заправили. Пора выдвигаться в Сайлент Хилл. Опять. В первой игре мы сопровождаем Гарри Мэйсона. Он решил провести выходные в курортном городке со своей дочерью Шерилл, но поездка обернулась трагедией. Мужик не заметил выскочившую на шоссе девушку, отвлекшись на брошенный полицейский мотоцикл, который обогнал их чуть раньше. Очнувшись, Гарри понимает, что Шерилл пропала. Ребенка надо искать, но вокруг не души, а улица окутал плотный туман, скрывающий... много чего. Под финал станет ясно, что в Сайлент Хилл семья заехала неспроста, но сразу отмечу, что игра не расщедривается на детали. Бэкграунд про индейцев и силу земли будет намечен лишь в сиквеле, то есть два года спустя. Как это часто бывало, всяческие детали можно было нарыть в гайдбуках. К Сайлент Хилл в одной только Японии их вышло какое-то безумное количество. Но универсальной, скажем так, компиляцией, принято считать Book of Lost Memories. Не путать с звуков Memories на PS Vita. Она была частью официального гайда к третьей игре и нередко позиционируется как сопроводительный материал для людей, которые только начали вкатываться в тему. Документ неисчерпывающий, зато дает немного инфы о монстрах, героях и самом городе, причем с комментариями авторов. Так 32-летний Гарри Мэйсон оказался писателем, отправившимся в Сайлент Хилл по просьбе дочки. Очень уж ей захотелось туда, а не в Диснейленд какой-нибудь. Я иногда буду обращаться к подобным источникам, но еще раз подчеркну, что в этом ролике мы не касаемся поздних частей. Насколько это будет возможно? Все, у нас 99-й год, мы наедине с этой конкретной игрой, с ее нарративом и формой. Че там писали постфактум, нас пока что не интересует. Тем более, что делали все это совершенно другие люди. Сценарием оригинала же занимался Кейти Ратаяма. Он же был геймдиректором, с дизайном помогал и часто считается полноценным создателем Сайлент Хилл. Что, конечно, не совсем так, но переоценить его вклад здесь очень непросто. Он же пояснял, что сюжет нарочно был выстроен так, чтобы игрок задавал больше вопросов и самостоятельно интерпретировал происходящее. И я охотно этому верю, учитывая жанровую принадлежность и некоторые аспекты истории. Но вынужден подчеркнуть два обстоятельства. Обстановку внутри студии, люди очень долго не знали, что у них получится в итоге. И отсутствие опыта в сценаристике у Таямы. Прежде всего, он отвечал за дизайн в играх International Track and Field и Snatcher, но только в версии для Sega CD. Все это запросто могло спровоцировать недосказанности, которые фанаты обсуждают не один десяток лет. Чего там, сами выходцы из Team Silent до сих пор не могут объяснить, казалось бы, фундаментальные правила своего мира. Хорошо известна эта история про коробку идей, куда народ бросал записки с предложениями, какого черта происходит. В Silent Hill, а не в Konami. К слову, именно оттуда вытянули НЛО концовку, по итогу ставшую фирменным гагом серии. Намерение промолчать у авторов несомненно было, но теперь мы никогда не узнаем, где именно этот прием применялся осознанно. Тут очень показательная иконическая встреча с полисвумен Сибилл Беннет. Блондинка служит в соседнем городке Брамс, а сюда заехала... потому что. Она констатирует, что телефоны не работают, радиосвязи тоже нет. Дело не чисто, посему Сибилл удаляется за подмогой, не забыв сучить табельное оружие рандомному гражданскому, с которым познакомилась три минуты назад. Запомните эту реплику, народ. И хорошо, что она это сделала, ведь ствол Гарри понадобится, когда тоже кафе посетит птеродактилеобразная падла, чтобы отведать человеческой требухи. Меня всегда обескураживал этот эпизод, но не так сильно, как сама Сибилл. Ее фамилию отсылает к реальной полицейской Лори Бембернек, которая убила бывшую жену своего мужа в ее собственном доме. Тем не менее, здесь женщина играет роль такого маячка нормальности для Гарри. Они оба явились извне, оба не знают, что случилось в городе накануне и напрямую в тех событиях не замешаны. Кроме того, Сибилл сохраняет рассудок до поры до времени и разок даже одергивает мужика, когда тот балансирует на грани. С другой стороны, мы не знаем, на кой черт она вообще поперлась в Хилл и почему не может из него выбраться. И вот тут начинается реальная вакханалия, потому что никто до сих пор не уверен, как это место работает. Как франчайз Силент Хилл очевидно напитан восприятием конкретных авторов. Игры писали разные люди со своим стилем и пониманием местных законов. Ясно, куда все пошло, когда не стало Team Silent. Но и в играх Team Silent вы вряд ли найдете доводы в пользу конкретной концепции. А их накопилось немало. Пожалуй, самой популярной является теория измерений. Дескать, в реальном мире действительно существует курортный Сайлент Хилл. Народ там отдыхает, на карусельках катается и вот это все. Однако редких прохожих, по тем или иным причинам, затягивает в туманный Хилл, соседствующий с так называемым Адерворлдом. Ну, с этим можно работать. Более того, статьи про реальный мир существуют в тематических викиях, да и Христов Ганн спустил свой фильм по схожему маршруту. Его много потом критиковали, и за этот момент в частности. Некоторые фанаты ненавидят идею о измерениях, предпочитая ей нечто менее приземленное. Кто-то считает, что сам город меняется под действием сюжетных и лорных факторов, скажем так. Что в контексте первой игры звучит очень даже разумно. Также есть мнение, что вещи происходят в подсознании персонажей за счет специфики места, его мистических сил. Туда проецируются их проблемы и фобии, либо проблемы и фобии кого-то другого. Сам Сайленд Хилл сконструирован из личных воспоминаний о нем. Неясно, бывало ли там Гарри, но Хизер и Джеймс точно да. В это время сами люди валяются в отключке где-нибудь на обочине. И это тоже факт. Мейсон отрубается в рандомных местах чаще заправского сибирского алкаша, и черт его знает, где он начнется в следующий раз. И это лишь капля в море. Лично я никогда не цеплялся за одно какое-то объяснение, но всегда хотел вывести такое для себя. Надеюсь, к концу цикла это случится. На данном этапе точно известно, что курорт там реально был, причем вплоть до приезда Мейсонов. У него там были какие-то финансовые проблемы, он приходил в упадок. Однако какая-то жизнь там определенно происходила. Я пока не трогаю других персонажей, но та же Сибилл очень удивлена всей фигне. Она не вдупляет, где люди, и пытается найти связь. Я так понял, Брамс находится неподалеку, и факт гибели соседней туристической точке, до местных дошел бы даже без интернета. Так что здесь мы либо наблюдаем некое временное слияние, либо тотальную кончину города. Что однако не бьется с некоторыми тонкостями сюжета. Как бы там ни было, в Силент Хилл вообще все можно списать на логику сна и выйти из спора победителям. Самая неестественная гири сюда встроена абсолютно естественно, и как минимум вызывает дискомфорт. Как максимум первопытный страх. Обстановка в переулке меняется на глазах, в лифте появляются кнопки, которых там прежде не было. Выйдя из туалета, ты оказываешься в совершенно другом незнакомом месте. Тим Силент продавливает именно психологический хоррор, напрягающий не ожиданием скримеров, но саспенсом и страхом перед неизвестным. Когда вещи пойдут не так в текущей локации? Выпрыгнет ли из этого ящика кот или мамка твоего «Мне было 9 лет, когда мой батя проходил Силент Хилл. Я сидел с ним в гостиной, и из отложенных мной кирпичей мы дачу построили». Она потом сгорела, короче. Ну и в общем, да, так оно и работает. Даже в свои 19, активно потребляя ужастики с триллерами, серьезно впечатлился одной только сценой в переулке. Ее постоянно упоминают, говоря о запоминающихся моментах игры, и на мой вкус это прям яркий пример, когда в постановке сложилось абсолютно все. Все. Мэйсона затягивает в ловушку. Камера преследует его, переключаясь с вида сверху на голландский угол и обратно. Ямаоко поддает эмбиентам. Детишки нападают, но сбежать от них ты уже не сможешь. Выход окажется перекрыт. На первой ПС-ке подобный перформанс встречался очень нечасто, и, надо сказать, эффект производят до сих пор. На меня произвел, по крайней мере. Ну и вы наверняка в курсе, как Сайлент Хилл получил свой фирменный туман. Он сам по себе нагоняет таинственности, а покрывая такую-то территорию, да еще с этой фауной, чувство неопределенности можно счесть программой минимум. Тим Сайлент действительно сделали город. Со зданиями, переулками, брошенными тачками, скамейками и всем таким. Бегать по нему можно относительно свободно, если не учитывать обрывы, но они задают лабиринтообразную структуру и скорее являются частью геймдизайна. В некоторые заведения заходить, а за случайной мусоркой обнаружить коробку патронов или энергетик, который не позволит Гарри быстро отъехать, когда тот насадится на рандомный клык. Эксплоринг всегда был неотъемлемым элементом субайвл хорроров, но ранние игры, возьмем тот же Резидент, раз уж начали, да. Часто добивались его набором комнаты коридоров, прирендеренных в 2D. Задники смотрелись отлично и не перегружали систему. С другой стороны, подход уже был слишком известен, чтобы удовлетворить амбиции разрабов из Канами. Они не хотели, чтобы их игра затерялась на фоне аналогов, и в результате пришли вот к этому ввод. Консоль технически не могла совладать с такой махиной, однако Тим Сайлент добились того, чтобы декорации рисовались в реальном времени. А тумана нагнали, чтоб не видно было. Тоже популярная практика, называется фоггинг. К слову, с графикой и эффектами им помогал Наото Осима. Да, тот самый Наото Осима, который считается одним из отцов Соника и доктора Эггмана. Не, ну Япония маленькая, все друг друга знают. Интересно, как еще судьба решит надо мной подшутить. Гулять по Хиллу, я бы не сказал, что жутко и интересно, но надо. Как минимум по сюжетным делам, как максимум ради ресурсов. Патронов, аптечек и так далее. Правда, как такового менеджмента здесь нет. Вам не придется чем-то жертвовать, потому что карманы забиты. Расходники сортируются автоматически, Гарри, как хороший дядя, перезаряжается самостоятельно. И единственное, что может доставить какие-то неудобства, процесс выбора предметов. Местный инвентарь это каруселька, которую надо листать. Что в целом окей, темпы игры негучей, мы никуда не торопимся. К тому же она довольно скоростная. Однако, в какой-то момент там скопится куча фигни, пользоваться которой вы будете очень вряд ли. Прежде всего я говорю об оружии. Если к дефолтному пистолету нужно будет обращаться даже имея на руках винтовку, солидная доля милишки теряет смысл довольно быстро. Пример, в кафе лежит нож. Вы его подбираете и отправляетесь инвестигировать проклятый закоулок, где находите трубу. Все, нож идет в задницу. Ну и труба вообще-то тоже. Хватает 10 минут, чтобы найти в городе спиток коробок пистолетных патронов, которых в принципе можно не отстреливать. По крайней мере на улице. По крайней мере на нормальном уровне сложности. С хардом у меня вообще тяжелая история, простите бога ради. Я катал в него однажды, очень давно, собирал бонусные приблуды. О них тоже расскажу. И не особо впечатлился уже тогда. Нынче тоже попробовал. Ну, мало что изменилось. Ну типа там, абы бьют немного больнее, их стало чуть больше. Особенно в школе, ну там еще коридоры узкие поддают. Иногда спавнятся другие типы врагов, но их живучесть вроде бы осталась прежней. По крайней мере я особой разницы не заметил. А далее в хилл однажды ты уже будешь четко знать, сколько чего способен употребить конкретный пассажир. Эйрскример, топите пули с пистолета, собака 2-3 и так далее. Свавелл хорроры неплохо учат расставлять приоритеты, надо сказать. А еще они учат мириться с голимым управлением. Зато их и любим. С ним в сайлент хилл в целом как обычно, хотя автоейм прям пойдет. Бывает сбивается, когда враги рядом стоят, но это легко фиксится кликом по крестовине. Помогает разворот на 180 по L1 плюс R1. По отдельности клавиши, кстати, отвечают за сайдстепы, которые чертовски полезны на боссах. Ну такое, короче, каждому по потребностям. Я к тому, что освоив все это, вы сможете успешно лавировать между уродами, экономя драгоценное время, патроны и нервные клетки. Рекомендую зигзагами. Лучшей тактики я пока что не нашел. Конечно, то, что я сказал про милишку, это ни разу не претензия. Вы сами выбираете, что делать, и отделывать тем, чем выбрали. Да я и сам люблю юзать вот эту кувалду на медперсонале. Правда, дают ее во второй половине игры. Я просто к тому, что ни в одном из своих прохождений не испытывал недостатка в амуниции. Ну типа ты постоянно тут что-то ищешь. Обшариваешь комнаты, закоулки, соображаешь, как пройти на соседнюю улицу. Черт, в одном из стартовых квестов надо раздобыть три ключа от вот этой двери. Они валяются в доступных частях Хилла, так что без экскурсии не останетесь. Заодно сможете порассуждать о проблемах любительского спорта в этом захолустье. Естественно, расположенном в штате Мэн. Если в США где-то и сконцентрирована всякая нечисть, так это там. Вообще, Team Silent проделали много работы, воссоздавая маленький американский городишко по фильмам и фотографиям. Хотя, по признаниям авторов, в его основу легли и некоторые японские местечки. Однако, вникнуть в заморскую культуру ребята попробовали и даже немножко увлеклись. Тут и там вы будете натыкаться на киношные постеры, ей вероятно гадать, что это за постеры с таким разрешением, логотипы известных брендов, часто переделанные в припадке иронии и все такое. И то ли туман, то ли саунд дизайн не позволяет Silent Hill превратиться в интерактивную доску объявлений. Попытки создателей указать на американистость действия, с одной стороны, забавляют, но с другой, открывают пространство любителям строчить лонгриды в духе 555 референсов, которых вы не замечали. Тоже работа, надо признать. Кстати, а какой сейчас год? Игры маскируют конкретные даты, но точкой отчета оригинала принято называть вторую половину 80-х. Судя по вывеске, оружейный магазин тут открылся в 87-м. Гарри ездит на джип Рэнглер, производившемся с 86-го. С другой стороны, его пистолет марки Смиттен Вессон Сигма продавался с 94-го, а в городе можно увидеть газету из «Молчание ягнят» 91-го года. Хотя книга Тома Харриса вышла в 88-м, и точно не ясно, когда именно агент Старлинг познакомилась с Буффало Биллом. Ну то есть тут можно поискать глубинный смысл, но я сомневаюсь, что кто-то об этом думал на этапе разработки. Здесь оно ни на что радикально не влияет. Фиксация на поп-культуре выходит далеко за пределы вывесок и плакатов. Улицы, названных в честь известных и не очень писателей, вы можете знать как минимум Брэдберрис Бахмана. Это псевдоним Стивена Кинга. Персонажи носят имена либо живых или живших людей, либо героев разных произведений. Или их комбинации. Например, Гарри Мейсон случился из Кубриковской Лолиты. Аттер Джеймс Мейсон там сыграл протагониста Гумберта. Но поскольку Гумберт откровенно не звучал, да и само по себе имя нераспространенное, остановились на созвучном Гарри. Именно так в шутку называли человека, который это придумал. Шерил нарекли в честь актрисы Шерил Ли, изобразившей Лору Палмер, ну вы знаете где. Без особой причины. Просто никому не понравилось имя Долорес как отсылка все к той же Лолите. Какого хрена это вообще там обсуждалось? Или в оригинальном сценарии игрок должен был гоняться за девочкой по другим причинам? Короче, в поисках своей Долорес Гумберт обнюхает много злачных мест. Среди них будет школа и госпиталь Альхимила, где он встретит парочку относительно вменяемых собеседников. Перепуганную медсестру Лизу Гарланд и очень мутного типа Майкла Кауфмана. Разумеется, они нифига не выкупают и хотят поскорее отсюда убраться. Могу их понять, но сперва об аттракционах. Как я уже сказал, расходники хоть и жизненно необходимы, не являются для Гарри высшей целью. Высшей целью для него являются ключи разных форм и расцветок. Это могут быть переключатели, какие-то таблички, жетоны, медальоны, карточки. Короче, все, что откроет дверь в следующую секцию, где лежит еще больше ключей. Но вы знаете, как работают эти игры. По завершении первого раунда происходит альтернативный Сайленд Хилл. Стены покрываются ржавчиной, пол застилает лязгающая решетка. Проявляются и безумные достопримечательности курорта. Причем вместе с аниматорами, которых в иных условиях ты и здесь не встретишь. В такие моменты гораздо вкуснее становятся приемы, которыми Тим Сайленд капают нам на мозги в туманной итерации города. Взять систему оповещения. Вот это радио, которое начинает трещать, когда поблизости маячит фраг. Помогает приготовиться к нежелательной встрече. Вот только к этому звуку приготовиться очень непросто. Больше дерьма я роняю, когда локация сразу подгружается с этим сэмплом. Ты поворачиваешь голову, а тебе уже ректальный осмотр производят. Вообще, я не хотел долго тормозить на ямаоке. Все и без меня знают, кто этот человек и что он сделал для хип-хопа, как говорится. Потом уже внимательнее проанализировав ощущения от игры, до меня вдруг дошло, что процентов 60 ее хоррорности достигается только за счет этой какафонии. Че-то лязгает, скрипит, завывает. Ты вроде увлечен процессом, но свалить отсюда хочешь не меньше. А когда отключаешь, звук кажется, словно по хилу ты бегаешь как по супермаркету. Периодически отбиваясь от бабок, покушающихся на пачку гречки в твоей корзине. Чувак поставил себе цель напугать. Я освоил ряд фокусов, о которых лично я никогда не задумывался все эти годы. То, что я сказал выше, один из них. Ямаока нарочно включает саунд эффекты за три кадра до визуального сигнала, стимулируя, понятно какую реакцию. И эффект многократно увеличивается, когда этому предшествует мертвецкая тишина. Но в Сайлент Хилл полно и других мелочей. Например, в темноте Гарри не сможет посмотреть карту, пока не включит фонарик. Фонарик триггерит монстров, а сама карта часто показана вверх ногами. Не, в смысле как, она-то показана нормально. Просто в этот конкретный момент игровой оператор снимает тебя с другой стороны. Топографические кретины вроде меня буквально воют в таких ситуациях. К слову, карты тоже надо искать, но обычно они валяются либо под носом, либо в относительно очевидных местах. Естественно, под конец игра отберет эту роскошь, и вам придется работать вслепую, запоминая в какой именно комнате стоит механизм, к которому подойдет вот эта штука, все в таком духе. Штуки, как правило, выдаются за решение паззлов, и если экшен-сегмент Сайлент Хилл еще можно назвать привыкабельным, Загадки авторства Тим Сайлент обожают иметь тебя в голову без активного согласия. Хотя встречаются и тривиальные, причем ближе к финалу, как ни странно. Здесь вам буквально напишут решение на доске. Надо составить список пациентов по возрасту, от меньшего к большему. Прочесть первые буквы их имен и ввести результат вон в ту панель. Все. Тут просят продублировать символы с карти. Они проявятся, когда вы их камерой сфоткаете. Сложность в том, чтобы до этого допереть. Ну и камеру достать, само собой. И это нормальные пазлы. Может процентов на 20 сложнее тех, что мы наблюдаем в современных играх. Ну, без учета тех, где их решают за нас. Но Сайлент Хилл умный хоррор, написанный настоящими эрудитами. Настоящий эрудит, как известно, любит метафоры. А если эрудит еще является гуманитарием, метафоры эти будут зашиты в стихи. Не те стихи, которые начинаются репликой «Словно ху...». В начальной школе Медвича Гарри придется найти два медальона. Имя он откроет вход в часовую башню, откуда потом выродится на другой стороне, скажем так. Золотой медальон спрятан в кабинете химии. Точнее, зажат в кулаке, который надо будет искупать в реактиве. Ну, в целом, ничего странного. Помимо того, что в начальных школах Америки химию обычно не преподают. Ну, а приятно, когда японцы думают о гайдзинах лучше, чем есть на самом деле. Дальше мы посетим класс музыки. Там есть окровавленная пианино и поэма «Сказ о безмолвных птицах». Типа того, поэт от меня еще смешнее, чем обзорщик. Хотя это не так жутко, как творчество наших переводчиков. Ну, вы в курсе, это отдельный пласт отечественного гейминга. В такие моменты он раскрывался с неожиданных сторон. Это известный затык, он давно стал мемом. И среди вас 100% найдутся те, кто так или иначе страдал от таких пранков. Сам я в жизни не играл в хиллсабами, но только потому, что плойку постно достал. Но в безвыходность положения поверить могу, у людей часто выбора не было, не говоря про интернет. Конечно, иногда выручали книжки с прохождениями, но и они часто были написаны так, что лучше не надо. Оригинальный текст для загадок писал Хироюки Аваку. Он же программировал мобов, отвечал за ивенты, а в будущем проявит себя как сценарист второй и третьей частей. Пока же Аваку-сан набивает руку на таких вот приколах, и даже с английской локализацией они требуют некой ментальной эквилибристики. Страшно представить, что там было на японском. Каждая строфа указывает на конкретную клавишу. Они идут в верном порядке, осталось лишь выяснить, что автор имеет в виду. Первым указан пеликан. Пеликан – белый, значит речь о крайней левой клавише. Голубка отлетела от засранца пеликана как можно дальше. Это последняя белая справа. Ворон поднялся выше голубки, ну паттерн вы поняли. Вроде логично, думаешь ты, пока не начинаешь безрезультатно долбить по октаве. Фокус в том, что часть кнопок не издают звуков, и здесь можно вспомнить название стиха, чтобы найти верный порядок. Сам по себе пазл дико крутой, и очень жаль, что наш брат запомнил его по другим причинам. Похоже, история есть в Альхимиле. Там валяются четыре таблички с персонажами Короловской Алисы. Они пригодятся на выходе из Сестринской, где стоит вот эта фигня с дырками. Тим Сайлент их очень любит, судя по всему. В записке упомянуты объекты. Надо понять, у чего какой цвет, и распихать артефакты в соответствующем порядке. Дело упрощает то, что половина из них уже вставлена в панно, а первым в списке идет белый. Дальше как по часам. Небо голубое, мандарины оранжевые и так далее. Оглядываясь назад, раньше оно казалось замороченней. В Сайлент Хилл есть где подумать, но предфраншиза начнет показывать с сиквела. Там даже сложность загадок можно настроить. Еще людей сбивал с толку пазл про знаки зодиака. Нужно ввести число, равное количеству конечностей у существа на картинке. Походу я понял, на что оглядывались разработчики Хоквартс Легаси. Вообще интересно, как разнится качество текста в загадках и сюжете. Оба фактора обсуждаемые, но последнее я нахожу особенно занятным. И дело не столько в том, что в игре происходит, а в том, как. Итак, замочив ящерицу в подвале школы, тут кстати можно прочесть сказку, в которой сошифрована информация о ее слабом месте. Это, это пасть. Не, ну хотя бы бьется с веткой того, кто ответственен за весь бардак. Когда Гарри сдюжит с этой нетривиальной задачей, он услышит колокольный звон. Во дела, люди свалили Аквазимода на смене. Подумает он и решит навестить местную церковь. Горбуна он там правда не обнаружит. Зато познакомится с соскуфившейся Эсмиральдой. Она бубнит о каком-то пророчестве, тьме окутавшей город и всем таком. Монолог можно было бы смело проигнорировать, если бы бабка не упомянула девочку, которую Мейсон, напомню, все еще ищет. Там он подберет артефакт Флаурус и отправится в Альхимилу, где сюжет потихоньку начнет раскручиваться. Лизу и Кауфмана я упоминал. Оба вырубились среди рабочего дня, а очнулись уже в разгар корпоратива. Здесь вижу смысл обсудить местные диалоги и их влияние на персонажку. Конечно, игра старая и ни разу не честно ждать от нее шекспировских реплик. Кроме того, Сайлен Хилл от природы немногословен. Километровые беседы убили бы саспенсы и настроения, которые авторы старательно нагнетают. В то же время он умудряется откровенно смешить, и поклонники серии наверняка понимают, куда я веду. На автопилоте Гарри Мэйсон часто изъясняется сухими «это что? Что происходит?» С чем в принципе проблем нет, вопросы более чем справедливы. Только вот вы никогда не можете быть уверены, что именно удивит его в следующий раз. «Дети и инвалиды? Что за нонсенс?» «Да не, ничего необычного на самом деле. Штат Мэн, все дела». «Ты собака! Штат Мэн, это прекрасное место! Наши хирурги прощения просят! Великолепное место! Начитали свою говна где-то и строите свое мнение! Вот непонятно как, непонятно что! Приезжай, построи свое собственное мнение, я тебе экскурсию покажу! Ты собака! Недоумки! Кретины! Вывод!» Но даже здесь был творческий замысел. Team Silence оснательно пытались обезличить Гарри, чтобы игроку было проще поставить себя на его место. Сделать таким аватаром. Простым мужичком, без особых примет, но с мотивом. Это также нашло отражение в его облике и есть мнение, что здесь не обошлось без Такойоси Сато. Он отвечал за CGI ролики и дизайнил персонажей. Говорят, он также помог исправить некоторые сюжетные неточности. И вот, оглядывая Silent Hill с ног до головы, хочется спросить у него, какие именно? В любом случае, с этим подходом у меня есть несколько проблем. Даже в постних персонах, где нас облачают в шкуры максимально пустых старшеклассников, их окружение, бэкграунды и другие сюжетные атрибуты частенько мешают вжиться в роли. Хотя там ты и реплики выбираешь, и качаешься как хочешь вот это все. Silent Hill мало того, что не РПГ. Копеечный мужичок Гарри Мэйсон оказывается, блин, человеком, пережившим ряд мощных трагедий за короткий срок. Его жена Джоди умерла 4 года назад, оставив его с маленьким ребенком на руках. Сейчас этот ребенок пропал в каком-то лавкрафтовском лунопарке, где заблудился и сам Гарри. Он слишком эмоционально вовлечен в это дерьмо, чтобы финн с отыгрышем сработал как надо. Тем более, что кроме тех реплик, Мэйсон вообще-то разговаривает с Сибилл Кауфманом Лизой, дает экспозицию, реагирует, что-то там осмысляет. Где-то за этой условностью прячется персонаж, которому страшно, который переживает за дочь и хочет убести ее из Silent Hill. Увы, подобные откровения происходят не часто. А когда происходят, Мэйсон скорее походит на деда в деменции. Того, кто два часа зырит в стену, пускает слюни, а потом выдает. Вот это Екатерина Андреева растолстела. Годы берут свое, однозначно. А как красиво все начиналось. Субтитры делал DimaTorzok Я всегда прощал это первой игре как из-за возраста, так и того, что серия еще толком не сформировалась. Критичным оно бы стало и весь Гарри Мэйсон источником всего трэша, каким позднее будет Джеймс Сандерленд. В оригинальном же Silent Hill источником трэша является Олесса Гелеспия. Дочь той тетки из церкви, которая оказалась долбанутой культисткой, ну конечно. Истории про культистов Истории про культистов считаются одним из самых осточертевших тропов жанра, шагающих с ним рука об руку, ну где-то с конца 50-х, может чуть позже. Нынче он тоже активно используется, даже в популярном кино, и народ иногда удивляется, а че с ним не так. Да и в общем-то ничего, любую историю можно хорошо рассказать. Просто в какой-то момент он превратился в универсальное объяснение. Вот смотрите, вы вроде качественный хоррор, триллер. Дерьмо вас пугает, актеры играют. Чаще наоборот, конечно. Интрига лютейшая, и только-только сюжет достигает пика, выясняется, что за всем стоит сектантская община или другая группа идиотов, решившая кого-то там призвать. Разочарование бывает абсолютно искренним, надо сказать. С другой стороны, этому были свои предпосылки. В истории того же штата Мэн есть свои любопытные пятна, которые потом успешно монетизировали Стивен Кинг и же с ним. В первой половине прошлого века в городе Дарем вполне легитимно промышлял религиозный культ. Миссионеру Фрэнку Сэнфорду явился Господь. Он счел себя реинкарнацией какого-то пророка и проповедовал несколько десятилетий. Естественно, все это было сдобрено традиционными издевательствами над прихожанами, в частности детьми, которых пороли, морили голодом. Своего сына Сэнфорд на три дня запер в комнате без еды и воды, чтобы тот учился радоваться страданиям. Мальчик потом приходил к своему бате и просил его выпороть. Ну, вся классика, да? И нет ничего удивительного, что такие истории отразились на Сайленд Хилл. Учитывая список кино и литературы, которыми японцы вдохновлялись. Ребенок Розмарий, дети кукурузы, Суспири и Ведьмы были, но оставим как подводку к очередному интересному факту. Олесу хотели назвать Азией в честь дочери Дарио Арджента. Не назвали, потому что имя редкое. Олесы по всему миру буквально взвыли от восторга в этот момент. Их... их никто не услышал. Кроме того, популярна и тематика оккультизма. О ней много написано, много снято. Импульс в целом понятен, короче. Так и что же случилось? В раннем возрасте у Олесы проявились паранормальные способности. В том числе и телекинез. Ее маман, далее, была жрицей в так называемом Оргене. В местном культе, которому следовала значительная часть горожан. В первой игре его мотивы и истоки опять-таки раскрыты не до конца. В серии еще обратиться к ним в Сайленд Хилл 3, Приквели Ориджинс, он вроде не канон. Шатат Меморис, переосмысление оригинала. И разумеется в Хоум Каминг. Вась привет. Короче, разгуляться будет где? Пока же известно, что Орден стремится возродить некоего бога. Его также называют Самоэлем. Хотя он вообще-то не бог, а богиня. Культисты считают, что окружающий мир как-то не очень. Погресс во лжи, хаосе, разврате. И только она сможет создать рай на земле. Но только для своей паствы. Остальных полагается запечь с корочкой. В странности дочери Даля, конечно, сочла знаком. Но не мог в Сайленд Хилле образоваться стаковый член команды Иксменов. Это было бы слишком скучно. Вероятно, богиня хочет на волю. И выбрала Олесу в качестве роженицы. Справедливости ради, тетка оказалась не неправа. Так Даля начала вовлекать ее в оккультные ритуалы. Последний закончился эпическим поджогом их дома с ребенком внутри. По городу пустили слух, что Олеса погибла. И по законам медицины так и должно было случиться. На ней живого места не осталось, но, видимо, Самоэль такой расклад не устроил. Девочку поместили в подвал Альхимиллы, где она 7 лет гнила под присмотром сиделки Лизы Гарланд, знатно офигевавшая от такого санатория, и доктора Майкла Кауфмана. С орденом мужик был повязан как мало кто. Покрывал елишки далее. Именно он раздобыл тело, которое подбросили на пожарище. Я обеспечивал ее эксклюзивной хилловской дурью, также распространявшейся по туристам. Полиция об этом, кстати, знала. Сибилл упомянет в расследованиях, а в некоторых заметках можно вычитать, что наркотик синтезировался из семян Белой Клаудии, растущей лишь в данном регионе. Дело застряло, когда таинственным образом начали умирать видные борцы с этой дрянью, среди которых был мэр Сейленхилла, между прочим. Жаль, он не скатался в Екатеринбург на повышение квалификации. Ей уже накачивали и Олесу, чье несчастное тело все еще планировалось использовать по назначению. Наверное, ритуал закруглили бы гораздо раньше, однако во время трагедии от девочки отщепнулся кусочек души. Вскоре чита Мейсонов нашла брошенного младенца. Они заботились о ребенке, пока через три года Джоди не скончалась от болезни, а еще через четыре папаша не свозил Шерилла отдохнуть. Способности Олесы пробудились, и Сейленхилл погрузился в туман и ржавчину. Но опять же тут кто на что гораст. В букв Лост Меморис есть фраза, мол, вот в это превратился сам город, на радость адептам соответствующей теории. С другой стороны, раньше Лост Меморис выходил сука официальный гайдбук к первой игре. Как вам такой поворот? Там сказано, что ни Туманный Хилл, ни потусторонние не являются реальными. Переключаются они по принципу циклов сна, и чем глубже Олеса спит, тем сильнее она подвластная импостерша. Та успешнее извращает ее мысли, страхи, и, соответственно, Хилл приобретает менее симпатичный вид. И это буквально единственное, что можно счесть хоть каким-то объяснением. Жаль, правда, что запихали его в книжку, которая издавалась только в Японии, и, будучи сука гайдом, позволяет себе такие вот конструкции. Очевидно, в Сайлент-Хилле стерта граница между вымыслом и реальностью. Возможно, сам город переместился в некое иное измерение. Или все это происходит в чем-то сне? Ожидает ли настоящий мир за разрушенными дорогами? А вы потом спрашиваете, откуда висит этот СПГС в интернете. Ладно, мы хотя бы знаем, что Инфернальщина является манифестацией страхов и больной фантазией покалеченного подростка. Интересное решение. На канале мы уже, кстати, разбирали игру, где коматозная девушка напустила на город всякую нечисть, а ее сознание разделилось на пару жутких лалях. В начале ролика я ее уже упоминал, а вышла она, кстати, все в том же 96-м и на той же консоли, лол. Фобия у Олесы с избытком. Она стремалась с собак, летающих тварей, придумала начитавшись затерянного мира Конана Дойля. Обезьяны возникли от страха перед взрослыми, детишки от страха перед одноклассниками. В школе над ней издевались, ведьмы обзывали и так далее. Насекомых девочка тоже не любила, что правда не мешало ей собирать бабочек, которых можно поразглядывать в ее комнате. Игра детально отражает психоз Олесы, хотя и некоторых монстров сюда, видимо, засунули для ровного счета. Собак, например. Зато в следующих прохождениях на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. На инвалидные кресла, которые тут часто попадаются, символы на табличках, ссылающие к любимым книгам девочки и так далее. Это шикарно работает на реиграбельность, но неизбежно открывает еще больше вопросов. Конкретно меня давно преследует вот этот. В Альхимиле мы имеем дело с медицинским персоналом, докторами и сестрами. Последние не похожи на тех самых сестер и выглядят, ну типа, людьми, которые ведут себя как зомби. И это буквально зомби. Все они заражены паразитом, напоминающим слезняка. Его точное происхождение до сих пор неизвестно. Он есть только в этой игре. Но мне нравится идея о том, что так Олеса ощущает свою внутреннюю богиню. К счастью, путь в инфо-цыганство ей заказан. Зато она могла бы организовывать концерты всяким блокметалистам. Группе Мэйхем, например. Могущество Самоэль двигало культ, заражая метафорическими червями всех подневольных. А поскольку Олесу 7 лет окружали преимущественно сотрудники клиники, она представила их слепыми куклами, управляемыми рукой ордена. Официально мобы зовутся Папет Нерс и Папет Доктор. Больше не надо. В контексте истории звучит абсолютно вменяемо и не требует дополнений. Однако, в Book of Lost Memories сестра описана как сестра, зараженная чем-то. И шутка не в том, что в официальном источнике паразита называют чем-то. Это очень в духе Тим Сайланд. А в том, что сестра указана просто как сестра. Тогда как в описании других существ обязательно проскальзывают словечки вроде Image и Manifestation. Прямо указывающие на их выдуманную природу. Является ли зараженный персонал Альхимилы настоящими людьми? Вы щас поди крутите пальцем у виска и строчите комментарий в духе, чё так опался, это не важно вообще. Ребят, народ пишет треды, трактаты на эту тему. И вы даже не представляете, как счастлив я был бы, длить этот ролик на полчаса меньше, чем он уже, сука, длится. Кто-то считает, что это полноценные монстры, как Эйр Скример, Макаки и вот это всё. Прочие верят, что да. А Леса затянула медиков в свой ад и как бы перевернула игру, заставив охранять её от тех, кому они раньше подчинялись. Ну давайте пофантазируем. Зачем ей живые люди? Она ни разу их не привлекала, а тут вот это. Она хотела отыграться конкретно на докторах? На всём персонале клиники или тех, кто с ней взаимодействовал? Мы увидим, что кроме Лизы и Кауфмана о девочке знали ещё пара человек. Но как много их набралось за 7 лет? Гарри Штабелями уродов кладёт, десятка три точно наберётся. Ну то есть с одной стороны в культ действительно была вовлечена солидная часть города. А если верить тому же Гайду, его население составляло примерно 30 тысяч человек. Очень немало. К тому же это бьётся с посылом и тем, как Орден избавлялся от оппозиции. Ну а чё бы они сделали? Пошли бы в полицию? С другой стороны, зачем-то её всё-таки прятали? Замутили цирк с подвалом, поддельным телом и так далее. Но такой ли это был секрет, если каждая первая сестра в курсе про обожжённого ребёнка, которого держат в клинике на веществах, чтобы он кракозябру выродил? Теория про монстров тоже канает, но не просто и с ней. Потому что Сибилл Беннетт. Она чуть ли не главный костыль всей истории. Ты следишь за сюжетом, делаешь какие-то выводы, а потом возникает полицейская, и все они сыпятся как карточный домик. Но по порядку. Ближе к концу парочка разделится. Гарри отправится на маяк, а Сибилл в парк аттракционов. На маяк мужик опоздает. А Лиса изобразит очередную печать Метатрона и удалится в Освояси. Несмотря на смешное название, Метатрон это буквально архангел в иудаизме и христианстве. Он максимально приближен к богу. С их помощью девочка пытается не допустить рождения Самаэль, тупо уничтожив Сайлент Хилл. Не, ну суровые времена требуют радикальных мер. Ничего не добившись, Гарри спешит на аттракционы, где встретит подругу в не совсем рабочем состоянии. Сибилл заражена паразитом, который спокойно пристроился меж лопаток мясного настоящего человека. Значит ли это, что он не может пристроиться к монстрам? Нет. Но вы где-нибудь видели зараженную макаку, например? Они, напомню, олицетворяют страх перед взрослыми. Много ли взрослых девочка знала вне культа? Или паразиты водятся только в клинике? Ну, сейчас Сибилл определенно не в клинике. Полагаю, где Алисе будет угодно, там они и появятся. В любом случае, это одна из двух важных развилок, которые повлияют на концовку Сайлент Хилл. Кроме шуточной, их здесь четыре. Две хорошие, две плохие. Сибилл можно прикончить в очень занудном боссфайте, который наверняка сожрет половину боезапаса. А можно спасти, ополоснув жижи из инвентаря, которую сперва надо достать. В клинике Гарри обнаружит распитую бутылку в луже Красненького. Сочтя это достаточно необычным... Слава тебе, господи. Он удивленно прокомментирует находку, и только это способно намекнуть, что оно тут неспроста. Здесь важно не проворонить склад бутылок на кухне. А это непросто. Камера на них акцентируется, конечно, но может быть это очередной референс к какому-то фильму, который Тим Сайлент коллективно смотрели накануне. Что-нибудь про загрязнение пластиком. Но нет, туда надо будет собрать жидкость и положить в инвентарь, чтобы вспомнить о ней в этой вот схватке. Сибилл излечится, а вы послушаете откровения Мэйсона о жене и приемной дочери. Их он расскажет только здесь. Лекарство, кстати, напрямую связано с Кауфманом, чья история является вторым важным перекрестком. На хорошие концовки без нее не рассчитывайте. Ваша с ним встреча в Альхимилле легко может стать последней. Он что-то пробормочет и удалится в Освоясе. Чуть погодя, следует заглянуть в бар у Энни, чтобы спасти Майкла из лап голодного гражданина. В долгу он не останется. Быстренько свалит, обронив пакет с ключом от комнаты в мотеле. Тут ничего сложного. Надо немного повозиться с кодами, сбегать в его номер, побэктречить туда-сюда и в оконцовке найти резервную бутылку с веществом. Вещество, кстати, называется Аглауфотис. Это выжимка из травы, собственно, Аглауфотиса, которая изгоняет демонов. Почему? Ну, так получилось. Кауфман хоть и сволочь, но сволочь не глупая. Работая с людьми вроде Далии, важно готовиться к тому, что что-то пойдет не так. Тем более сам он натворил столько фигни, что его впору на мексиканской границе перехватывать. Уехать он, впрочем, собирался, но не успел. А лес взбунтовалось, дороги перекрыты и так далее. А тут еще и бабка прознала Аглауфотисе. Бутылку в клинике разбила именно она. Но Кауфман мало того, что мужик не глупый. Он мужик бывалый, а бывалый мужик, как известно, всегда держит заначку. Свою он припрятал в баке мотоцикла и был очень недоволен, когда ее обнаружил котный турист. Вообще, замут с наркотрафиком подан очень поверхностно. Ты читаешь какие-то записки, но не придаешь им значения, пока Сибилл не упомянет об этом в антикварной лавке. Она предположит, что Далия сидит на веществах, когда Гарри о ней заговорит. А когда Гарри заговорит о монстр хазер в олде... Ты знаешь что-то о... Ну, как... Какого-то другого мира... Это как какой-то плохой меч. Что ты говоришь? Что ты говоришь о том, что ты говоришь? Я не уверен. Я пытаюсь понять, но потом мой мозг пошел в зону. Все окно там, и я слышу сиренов в далеке. Я встретил эту медицину, Ли-Са. Мне всегда поражало, как Беннет умудряется быть самым, самым мутным персонажем в компании таких типов, как Кауфман, Лиза и далее. Они-то ладно, нам всю игру пытаются объяснить, что их связывает с орденом, Олесой и ее положением в частности. А Сибил не только ничего не известно, как о человеке. Зачем она ехала в Хилл, есть ли у нее какие-то детские травмы, какое она пушки гражданским раздает. Может быть это даже как-то связано. После той реплики мы даже не можем быть уверены, как она воспринимает окружение. В деле мы не видели ее никогда. С Гарри они постоянно разделяются, чтобы затем поболтать в спокойной обстановке. В кафе, на лодке и так далее. Напрашивается мысль, что она не человек вовсе, а какой-нибудь продукт подсознания Гарри. Они пересекались на подъезде к городу, и возможно отчаянный мужик нафантазировал себе партнера, которому мог бы доверять в этом аду. Но не, нифига. Бредни Мейсона ни на что здесь не влияют. Балом правит Олеса, которая теоретически могла оформить Сибил. Как полицейскую, погибшую в городе при загадочных обстоятельствах. Может она наркотрафик расследовала или такое. Но про это тут тоже ничего нет, да и ряд концовок данную теорию опровергают. Сибил жива и явно тут чем-то занималась. Она бродила по городу, знает, что дорогам хана, замечает силуэт девочки у озера. Ну ладно, ее тип не затягивала в аутер ворлд, но в туманном тахиле она монстров видит? Да не, нифига. Она прямым текстом так и говорит. На лодке она вообще спишет бред Гарри на стрессы и переутомления. Ну, либо она их видит, но не взаимодействует. Или путает с местечковыми алкашами. Вот этого парня... Вот этого... Мужчин, вы в порядке? Мужчины? Я находил объяснение, дескать Сибил оказалась не в том месте, не в то время. Поехала по делам, напоролась на астральную проекцию Олесы. Это вот именно она. Тело девочки находится в другом месте, скажем так. Поджидавшей вторую половинку на шоссе. Монстры ей не являются и в преисподнюю ее не затягивает, поскольку в отличие от тех личностей полицейская не замешана в пытках над девочкой и прямой угрозы ей не несет. Гарри тоже, но он может стать проблемой, поскольку хочет вернуть дочь. А еще и манипулирует далее, передавшая мужику Флаурус, который способен затейницу остановить. Еще есть популярное мнение, что каждый человек по-своему воспринимает Silent Hill. Но я нахожу его уместным для поздних игр. Все-таки здесь у нас история про конкретного ребенка, который мстит злобным сектантам и все вокруг является продуктом его творческой мысли. Да и Сибил потом как-то попадает в ржавый парк аттракционов и даже паразита подцепит. Как? Зачем? Почему? Олеса подумала, мол, все, а на взговоре сдали ей? Очень жаль. Триал-версия истекла. На тебе червяка, короче. Ну и раз уж заговорили. Лиза Гарланд. Очень интересный, запоминающийся персонаж, чья судьба трогала игроков как мало что. Девушку приставили ухаживать за обожженной Олесой, и та, ну, не вывозила, мягко говоря. Раны у пациентки не затягивались, ее держали в засанном подвале и пичкали наркотой, на которую затем подсела и Лиза. Масахиро Ито как-то сказал, что находит ее чем-то вроде духа или призрака. Он вообще много чего говорил, чуть ли не больше Ямаоки. Но верить его словам на все сто я не рискую. Все-таки он занимался дизайном, а железных фактов и объяснений может навалить только Таяма. Делать этого он, конечно, не будет. Справедливости ради Ито ни на чем не настаивает. Большинство цитат, которые я находил, начинаются с реплик «Я думаю, мне кажется и я не уверен». Как и все мы сенсей. Как и все мы. Хотя идея прикольная и к ней даже есть предпосылки. Она не помнит ни о событиях до, ни о содержимом подвала. Отказывается, когда Гарри предлагает ей пойти с ним, потому что ей кажется, что делать этого она не должна. Игра как минимум намекает на то, что Лиза является продуктом сознания Алессы. Или самого Сайленд Хилла. Но почему она здесь и что стало с настоящей сиделкой не ясно до конца. Скорее всего она умерла накануне. Лиза мечтала покинуть Эльхимилу, но знала слишком много. Ролики сетапят ее общение с Калфманом, приставившим девушку к пациентке. Может он-то ее и прикончил, как свидетеля. Ну как вариант она просто сторчалась. Но лично я бы проголосовал за убийство хотя бы из-за сцены гибели доктора. В хороших концовках он объявляется в белом пальто, весь из себя. И шмыряет пузырь с Аглауфотисом в моднейшем слоумо. Но все грехи это не искупят, поэтому одержимая Лиза утащит его прямо в ад. Поделом че. Тут кстати непонятно заразилась ли она паразитом или стала какой-то отдельной сущностью. Ну в смысле она ведет себя как другие сестрички, но визуальных изменений ее тело избежало. Кровища по лицу растеклась, но возможно это указывает на способ, которым ее убили. А если паразит таки сидит в искусственной Лизе, то я все уже не знаю. А нам на Солесо по большей части спрятан в нигде. Финальный этап соткан из кусков прошлых локаций и предлагает очередной пазловый забег ради пяти артефактов. Они распечатают дверь к решающей схватке. Про загадки я говорил, они не слишком заморочены на фоне других экземпляров. Подставить может отсутствие карты и вот этот холодильник, если вы окончательно расслабились подбирая то что плохо лежит. То есть буквально все вещи в игре. Судьба далее предопределена. По какому пути не пойди, мадам проведет ритуал и буквально воспылает от восторга. Зато от вашего поведения зависит с кем придется сражаться. Олесо и Шерил сольются в любом случае, но если Кауфман придет на вечеринку со своим, девочка разродится стрёмным инкубом, мало похожим на благородную богиню. Такой козлорогий крыло хрен. Сатана, бафомет, как угодно. Если же квест Кауфмана вы проигнорируете, он не объявится. Видимо будет сожран завсегдата Эмбара Уэнни. А Олесо станет инкубатором. Существом с ангельской внешностью, но все еще злобным. Ее убийство триггерит плохие концовки. Либо окажется, что Гарри погиб за рулем. А я уверен, что он погиб. Это очевидный поклон лестнице Якова, где происходящее являлось предсмертным бредом главного героя. Либо потеряет ребенка и останется Сибил в хиле... Навсегда? Это прям мутный видос, я до сих пор не въехал. В принципе работают боссы одинаково. Они топчутся на месте, ожидая, когда вы всадите в них весь боезапас. Раз в секунд тридцать гадина запускают мощные электроразряды. Хватит пары таких, чтобы Мейсон отъехал навсегда. Но обложившись аптечками и научившись нарезать круги... Эффективно в четырех случаях из пяти, по моим наблюдениям. Сдюжите с ними довольно скоро. Валить инкубаторшу немного удобнее. Она жрет меньше патронов и ты хотя бы видишь, куда стреляешь. Инкуб парит над землей и с этой камерой вы можете доверять лишь собственному стволу. А я долго держался без этих шуток, да? Но оно того стоит. Хорошие эндинги удовлетворяют, несмотря на печальное послевкусие. Гарри не спасет Шерилл. Он вынесет из хилла младенца, в которого реинкарнируется цельная Олеса. И четыре года спустя игроки узнают ее как Хизер. Всегда развлекали приемы, когда персонажи из других измерений, там, миров, или рожденные из окучных ритуалов в проклятом городе, оседают среди людей типа такие «Отлично! Нас ждет новая жизнь!» И никто никогда не объясняет, как они легализуются со всей бюрократией. Мистер Мэйсон, вы утверждаете, что нашли ребенка на улице? Да. И вы хотите оформить опеку? Все верно. Хорошо. Мы изучили вашу биографию. Вы вдовец, известный писатель. Ваш труд «Слово как оружие» уже стал бестселлером. Уже обогнал, пишет, сокращай. Поздравляю. Здесь также сказано, что вы уже дочеряли девочку. Шерил Мэйсон. Как она поживает? Я спрашиваю потому, что мы уже связались с учительницей Шерил. Девочки несколько месяцев не было в школе. А тут приходите вы удочерять ребенка, которого нашли на улице. Опять. Слушайте, это прозвучит странно. Но поверите ли вы мне, если я скажу, что Шерил была частичкой другой девочки из города Сайлент-Хилл? Местная секта пыталась использовать ее как сосуд для божества, который оказался сатаной. Я его застрелил, а Шерил с той девочкой реинкарнировались вот в эту малышку. Вы что мне голову греете? Мы в штате Мэна, а не в какой-нибудь Калифорнии. Вы уже третий на неделе. Прозвучит странно. Поспешитесь. Какой из эндингов каноничен, тоже непонятно. Идеальный предполагает, что из города Мэйсон выбрался вместе с Сибилл, который, как я понимаю, осталось воспитывать ребенка вместе с ним. Этот ролик фактически дублирует кадр с Джоди из интро. Или Сибилл все-таки являлась отражением скорби Гарри по погибшей жене? Ну, а мы вроде уже разобрались, почему это бред. Silent Hill 3 продолжает историю оригинала. Он скипает 17 лет, и в нем нет ни малейшего упоминания о полицейской. Все говорит о том, что Гарри растил дочь один, сама Хизер не вспоминает о приемной матери и так далее. Допускаю, что это авторское упущение. Пара могла расстаться, Сибилл погибнуть на задании или скончаться от болезни, когда малышке было три года. Зеркалочка такая, вы понимаете. А триквили вообще спорят в фанатской среде. Кто-то считает его чуть ли не одной из лучших игр Team Silent, а кому-то не нравится, как он поступил с некоторыми героями, и что опирается на этот сюжет в принципе. Особенно после Silent Hill 2, который рассказал самостоятельную историю, максимально углубившись в психологизм. Мне нравится думать, что Сибилл выживает, но в какой-то момент их пути с Гарри расходятся. Одна из поздних игр намекнет, что это не так, но без стремления игроков как-то объяснить такие вещи для себя, франшиза наверняка загнулась бы гораздо раньше. Отдалев игру, вы откроете NG+. Сейф окрасится золотым, а титры сменят экран с ранкингом, почитывающим сколько раз вы погибали, сколько мобов застрелили, слэш залупили, сколько айтемов подобрали и так далее. Некоторые доступны только в следующих прохождениях. Например, бонусное оружие вроде пилы и отбойного молотка. Они хоть и мощные, сосут ввиду неуклюжести и необходимости таскать канистру с бензином. Так что если вы намерены пропылесосить игру, не стесняйтесь начинать слегка от ней. Не потому что хард совсем не проходим, просто сэкономите время и нервные клетки. Кстати, открыв хорошую и плохую концовки, в доме на Левен Стрит можно стырить катану. Она прикольная, но с закрытием каждого комбо Гарри смешно подается вперед. И если с таймингом вы заведомо просчитались, придется потерпеть. Идею с изъянами для мощных игрушек в целом понять можно, тем более в игре формата Silent Hill. С другой стороны, она несколько убивает интерес к их добыче. Я в принципе не любитель коллективлсов, а тратить столько энергии на фигню, которой ты не захочешь пользоваться, не слишком рационально, как по мне. Тем более, что бластер уделывает все это подчистую. Бьет далеко, больно и не расходует патроны. Правда достается лишь к третьему кругу после НЛО концовки. Ну или сразу, если вы являетесь счастливым обладателем Konami Justifier. Счастливым ли? Секретные материалы добавили сюда по приколу, но побегать ради них придется. В супермаркете валяется так называемый Channeling Stone, который надо включать в пяти точках по ходу игры. На крыше альтернативной школы, у входа в альтернативную же клинику, перед встречей с мотылем. На парковке мотеля, в лодке, после беседы с Сибилл и Далией. Ну и на маяке, куда Гарри традиционно опоздает. Раут закончится прямо там. Прилетят зеленые человечки и заберут горе папашу за пределы галактики. Видимо, чтобы понять, как человек с таким мозгом может называться каким-то там писателем. Ты видел маленькую девушку вокруг? Классный, черный? Нет! Надо подкинуть им адресок Александра Полярного. Ролик, кстати, склеен из статичных картинок, но прикольно то, что они стилизованы под коллекционные карточки серии «Марс атакует». Они были популярны в 60-х и с тех пор пережили массу итераций. Даже фильм Тима Бёртона. Уверен, вы его видели. Я задал Silent Hill много вопросов в этом ролике, прекрасно понимая, что некоторые ответы обязательно всплывут в будущих частях тем или иным образом. Но мне не хотелось снимать энциклопедию лора. Если вы смотрите мой канал какое-то время, то знаете, что я человек последовательный. Мне интересно следить, как серии развивались или деградировали, насколько игры самостоятельные и так далее. Ну и в оконцовке выяснять, какие кусочки склеиваются в одну большую красивую вазу, а какие попали в общую кучу… по недоразумению. Упущения первого Silent Hill поднимались в самых разных медиа. Есть неопубликованный комикс, книга с иллюстрациями самого Масахира Ита. Фильм, наверное, не в счет, ввиду условностей и специфических допущений Христофа Ганса. Короче, материал есть, может в отдельном ролике как-нибудь разберем. Голосуйте лайком, комментарием. Увы, все это считается вторичными источниками и на какие-либо истины не претендует. По книге Джоди вообще погибает в ДТП, хотя Гарри английским языком говорит, что она сильно болела. Интересно, что среди этой дичи затесалась игра. Если вы считаете визуальные новеллы играми, конечно. Если нет, я вас не осужу. Она вышла даже пораньше сиквела, но только в Японии и эксклюзивно для Gameboy Advance. Вроде в числе стартовых тайтлов. Особой популярности не снискала и нынче они вспоминают чисто из спортивного интереса. Я натыкался на какой-то фанатский перевод десятилетней давности, но вроде бы качественная редакция вышла всего пару лет назад. Правда, мне самому пришлось подчить оригинальный ром, он там подлагивает иногда. Я знаю, что умельцы сделали ПК-версию, но после Данганрон постараюсь меньше потреблять ВНКи, сидя на одном месте. Тем более, что я накатал эмуляторов на Steam Deck. Перед сном роскошно заходят. Геймплей я, кстати, не записывал, все кадры взяты с ютуба. Название канала в углу будет, можете там прохождение посмотреть, если интересно. Короче, Play Noble Silent Hill продюсировали Konami, а разрабатывала её некая студия Will, что уже ставит жирный вопрос о каноничности действия. В графе сценарист, кстати, указан некий Хидеки Сакамото. Однако единственный Хидеки Сакамото, который гуглится, известен как композитор. В частности, он работал над серией Якутза с 2006 по 2009 год. Не берусь утверждать тот ли это Сакамото или его полный тезка, но если тот, то вот вам еще один прикольный факт. Что до Play Noble её саундтреком занимался не Ямаоко, и это очень расстроило критиков, сетовавших на похеренную атмосферу. Хотя знакомую мелодию можно услышать в открывающем ролике, которые Will ухитрились пережать и всячески подрезать под хендхелл. Мизерные фрагменты оригинальных кат-сцен всплывают и по ходу прохождения, но, как по мне, большую ценность несут эксклюзивные статичные рендеры. Некоторые выглядят симпатично. Бессмысленно, но симпатично. И да, это то, о чем вы подумали. Интерактивная книга с немногочисленными развилками, часть которых повлияют на концовку. Зато с ними не пожадничали. У одного только Гарри, их штук восемь, по-моему, с учетом вариантов. Интерес к их добыче, Will подогревают коллекционными карточками. Такие дают после каждого раута, посмотреть можно из главного меню. Спасибо, обойдусь. Компания Мейсона является упрощенным пересказом первой части. Без учета комплекта альтернативных раутов, само собой. Многие реплики либо взяты оттуда целиком, либо немного расширены. Впрочем, основное время уделено внутреннему монологу протагониста, традиционно для визуальных новелл. Меня развлекает, что стычки с монстрами описаны на манер какого-нибудь ДНД или текстовых ролевок. Только без части про… ролевку. Эндингов хоть и навалили, игра легко осваивается за вечер. История занимает пару часов неспешного чтения, а до нужной разбилки текст можно удобно пролистывать. На самом деле забавно осознавать, что секция, по которой ты так долго носился в большой версии, на бумаге укладывается в страницу максимум. В пространстве Гарри ориентируется неплохо, без лишних проблем переходит на заблокированную часть улицы через дом на Левин-стрит, об этом тут строчки полторы. И в целом лишние блуждания авторы опускают, дабы не стопориться. Известные загадки тоже. Особенно радует сцена в классе музыки. Мейсон туда зайдет, возмутится кровавым пятном на клавишах, и просто свалит чинить бойлер как настоящий трудяга. Там же он разгадает один из редких паззлов, которые тут все же попадаются. Здесь надо энергию по черточкам привести, здесь жидкость разлить по рецепту, такое короче. Впрочем, это не столь интересно, как то, что Сакамото Сан попытался исследовать место Кейтира Таямы, а именно Гарри Мейсона. Он теперь реагирует на ситуации, его страхи и мысли прямо связаны с дочерью, о которой мы также узнаем ряд фактов. Например, семилетний ребенок уже начал поигрывать на пианино, от чего батя предположит, что в тот кабинет она как минимум заходила. Есть и другие странноватые детали, но они хотя бы безобидные. С другой стороны, Плейнобл покушается и на глобальные подробности. Те, что могут с ног на голову перевернуть ваше понимание оригинального сюжета. Так выяснится, что Гарри в Сайленд Хилле уже бывал. Даже какую-то улицу знает там вывеску. На подъезде к городу таинственный голос помешает ему сбросить скорость, затягивая прямо в ловушку. Это, кстати, немаловажно, поскольку было неясно, что люди чувствовали накануне. Ту же Сибил клонила в сон, пока она не вылетела на обочину испугавшейся Олесы. Нестареющий пранк. Хех, седьмой. Хотя, наверное, хорошо, что в оригинале это опустили. Хаос и неоднозначность легко могли затереться вашими размышлениями о фильмах про полтергейстов. Как бы там ни было, в этом контексте больше всего интересно Сибил. Персонаж функция безвнятной предыстории и с очень сомнительным взглядом… …на мир… …в Play Novel получила отдельную ветку, и теперь хотя бы можно попробовать разобраться, что к чему. Скучая на ночной смене, офицер Беннет из города Брамс трепалась по телефону с коллегой из Сайленд Хилла. Внезапно связь прервалась, и дозвониться ему она уже не смогла. Это, кстати, может иметь смысл, поскольку в оригинальном интро буквально есть кадр, где она с кем-то общается. С чувством долга перед обществом, ну и потому что в Брамсе давно не переключалось ничего интересного, она прыгает на мотоцикл, чтобы лично навестить соседей. То есть, по версии Уилл, теория о реальном курортном Хилле отпадает, поскольку Сибил буквально ощутила последствия махинации Олессы вовне. Ну или она какая-то избранная, которую срань коснулась прежде, чем она туда приехала. Ну да шут с ним. Лично меня заботит другой момент, а именно тот диалог в лавке. В Аркегаре он есть, сценарист о нем помнит. Значит ли это, что монстры так и не будут преследовать женщину, и в альтернативный Хилл она не попадет? Не значит. Едва покинув кафе, она встретит прокаженного шарика. Вам даже предложат выбрать, пройдет ли он мимо или накинется на нее. А это нормально, когда ВНК просит игрока управлять как самим персонажем, так и миром вокруг персонажа. Что-то я такого не припомню. В последнем случае выяснится, что слуга закона отдала Гарри единственный сука пистолет. Найс мув, сеструня! Уверен, ты была отличницей в полицейской академии. В одном из ее постних сиквелов. И ладно, если бы эта сцена просто не вязалась со спичем про наркоту. Его как угодно можно интерпретировать, да и вообще всем плевать. Прикол в том, что Беннет никогда до него не доходит. Ее раут существует отдельно даже от раута Гарри, с которым Сибил вообще может пересечься и вместе исследовать Эльхимилу. Видимо, Сакамото так и не придумал, чем именно она занималась, пока тот развлекался. Не, ну в смысле он-то придумал. Только его вариант кладет еще больший член на все, что мы знали об этой истории. Помните эту реплику? Забудьте, она больше не нужна. Потому что в кабинете музыки, будь он неладен, женщина натурально может найти Шерилс, который протусит остаток ветки. Выйти на нее, кстати, проще, чем куда бы то ни было. И безусловно, сама суть игры в том, чтобы исследовать альтернативные возможности развития истории, не подвязываясь к канону слишком сильно. То есть вот стандартная линия. От нее исходит некое количество веток, уводящих игрока в самые невообразимые дебри. И Раут Гарри так и работает. Вы действительно можете пробежаться по знакомой истории, не подвергшейся тотальной переработке. Хотя и там есть гемерически смешные и долбанутые моменты. Арка Сибилша не ориентируется вообще ни на что. Ей абсолютно плевать на все, что героиня делала внутри большой игры. Но, к сожалению, чего-то адекватного взамен она не предлагает. Но, несмотря на придубость, она интересна тем, что Шерилс здесь разговаривает. Девочка упирается, не желая возвращаться к отцу. Ее связь с Алессой уже слишком прочна. Она готова к встрече с другой собой, хоть и не до конца это осознает. Познакомиться с ней и Сибил. Поразительное число вариантов приведет ее в другой мир, где она либо благополучно отъедет, либо на руках вынесет обугленную Алессу на свежий воздух. Чтобы... что? А, ну еще дама поделится жутким фактом из своей биографии. Она все-таки персонаж Сайленд Хилла. С ней не могло не случиться какое-нибудь говно, которое в корне изменило ее жизнь. В детстве у нее на глазах убили родителей, поэтому она решила стать полицейской. Такая интрига и такое разочарование. Хотя я бы взглянул на нее в костюме Бэтвумен. Причем с большим удовольствием, чем на некоторые концовки. Особенно уморительно та, где Сибил убивает одержимую Шерил в церкви. Но это оказывается не Шерил, короче... Ребят, я искренне рекомендую вам это почитать, хотя бы ради таких вот моментов. Не надо воспринимать PlayNobel как то, к чему можно ссылаться в дискуссиях. Формат сам по себе держится на неоднозначности, а эта игра явно уходит с ней в разнос. Можете надыбать и скана официального гайда. Он на японском, но при желании схему понять можно. К слову, именно он является одним из выживших линков к третьему сценарию PlayNobel. В общем разумно, концепция гибкая, сюда легко встраиваются линии Шерил, Кауфмана, Дали... Я б почитал. Но Сакамото не искал легких путей, поэтому выдал историю мальчика Энди. Какого еще в жопу Энди? А вот этого семилетнего шкета. Он жил с Мейсонами по соседству и так хотел подружиться с Шерил, что залез в багажник их джипа и проехал до самого Сайленд Хилла. Жаль тут нет концовки, где Сибил тормозит Гарри за превышение скорости и осматривает машину. Богом клянусь Леди, я не знаю чей это ребенок. Ах ты еще и мой гендер предположил, гнида. Целуй пипиську. Идея так вдохновила Канами, что сценарий хотели разделить на 4 главы по временам года. Осень, зима и так далее. Чем он питался все это время? Выпустили впрочем лишь осень, но и она стала утраченным медиа. Штука в том, что история мальчика не записывалась на картридж. Главы по сути являлись тем, что сегодня называется DLC и должны были загружаться через интернет. А именно через сервис Mobile System GB, требовавший специальный адаптер, собственно, для мобилок. Активнее всего им пользовались игрецы в Pokemon Crystal, но в остальном он поддерживался парой десятков игр и успеха не снискал. Nintendo вырубили серваки уже в декабре 2002, накануне двухлетия ресурса. И было бы совершенно плевать с дампе фаната Silent Hill образ этого, без сомнений, любопытного экспоната. Ну или хотя бы его четверть. К сожалению, такой возможности им не дали. Скачанная игра автоматически удалялась всякий раз, когда человек отключал консоль. Сегодня о существовании Энди напоминают гайдбук, короткие ролики на ютубе и… Одна из опций в сценарии Сибилл. Она потеряет Шерилл и сама очнется в том крематории после событий на мосту. Попытается спасти тонущего человека. Этим человеком может быть другая девочка, ясно какая. Или тот самый Энди. Правда, когда полицейская его вытащит, он тут же начнет драться с Шерилл и сбросит в воду уже ее. Маленький бесполезный ублюдок. Плейно был вообще-то показательным для эпохи и места, в котором создавалось. Всегда интересно, как и куда издатели пытались запихивать известные тайтлы. Нынче все как-то… скучнее. В данном случае Konami лажанули, зато игроки получили шанс провести время с Гарри и Сибилл почти как с живыми людьми. Которые разговаривают, думают и сходят с ума. Ну и мы вместе с ними. Местами дичь написано совсем уж бредово. Лично мне было легко поверить в некоторые факты, предложенные Сакамото. Ту же Алису, подбивающую не сбавлять скорость. Шерилл, убегающую от спасителей. Вот это… Даже являясь писателем, я проклят ограниченным словарным запасом. Да в каком смысле это не канон? Но некоторым вещам стоит оставаться там, куда их положили. А большой Silent Hill заработал. Конечно, не как Resident Evil, но достаточно, чтобы угодить в топ игр для PlayStation. Не только по версии игроков, но и тогдашнего игрожура. Который, кстати, поругал Хилл на релизе, но без фанатизма. Естественно, мировой выход не обошелся без эксцессов. Как всегда, кто-то потребовал чего-то исправить, перерисовать или перекрасить. Особенно досталось детишкам. Их переделывали несколько раз и в оконцовке разбили на два типа существ. Призраков, которым нельзя навредить идти, да вот этих вот. Степень уродства последних тоже пришлось докручивать на ходу, лишь бы никто не подумал, что это реально дети какие-то. Да, четыре года спустя мир познакомится с Йокатаро. Вообще интересно вникать в эту историю с оглядкой на то, что мы уже знаем о Konami. Отдельные их решения достойны собственных фолиантов. Парочка будет посвящена Кодзиме. И все же, девяносто шестой год. Надо создать блокбастер, который продастся на западе. Набирается команда каких-то охламонов, которые сосут деньги. Вроде бы небольшие, но деньги. Непонятно на что и никто толком не знает чем оно в итоге будет. И ведь прокатило! Везение ли это? Холодный расчет? Или дело в упорстве ребята с Team Silent? Они как никто понимали, что второй шанс легко может стать для них последним. По крайней мере в этой компании. Таковым он и стал для Кейтира Таямы. Не потому, что он плохо справился или типа того, нет. Решение было самостоятельным и осознанным. Говорят, он не обрадовался тому, что Silent Hill захотели поставить на конвейер. Странно, учитывая то, что их изначально собрали за тем, чтобы они сделали игру, которую можно было бы на этот конвейер поставить. К тому же Таяма устал от работы над первой частью и даже если бы взялся за продолжение, то не так скоро. Он покинул Konami в том же 99 году, завещав мрачному городу сердце и лицо. Никто особо не горевал. Team Silent выпустили хитовый, ныне культовый сиквел. А мужчина быстро устроился в Sony Interactive Entertainment, где проработал более 20 лет. В составе Japan Studio он возглавлял разработку другой серии хорроров Forbidden Siren. Она заняла свое место в списке образчиков жанра, но не была слишком успешной. Хотя и продержалась три части. Чисто на фанатском интересе и личном упорстве Таямы. Еще он сделал диалогию Gravity Rush, но тут мои полномочия все. Недавно студия Metro Bokeh представила трейлер гротескного приключения Slytherhead. Выглядит очень по-японски и я надеюсь ощущаться будет не хуже. Тут правда проскальзывала новость, что его хотят сделать доступным для юной аудитории. И я вообще не представляю, как оно бьется вот с этим вот. Я садился за этот ролик с намерением пробежаться по каждому Silent Hill. И если честно, это уже не первая моя попытка. Раз в пару лет я стабильно прихожу в оригинальную игру, уверенный, что вот сейчас-то я это делал за марафоню. Хотя бы до Homecoming. Даумбор мне уже не так интересен после обзора. И обычно меня хватает максимум на три части. Надо работу работать, я отвлекаюсь на всратых соников, GRPG по 150 часов и так далее. Посему этот конкретный хил я проходил чаще других игр серии. Это был пятый или шестой заход. Никогда не разочаровывает. Все еще держит за яйца, ключевые эпизоды щекочут нервишки, а Гарри Мэйсон веселит. Хотя и не должен. Это не вещь, которую можно измерить линейкой. Бесполезно орать на геймдизайн, анимация и атак. Более грозных противников вы тут не встретите. Клише и все такое. Я пробовал, но всегда уходил отсюда чертовски загруженным. В хорошем смысле. Разумеется это не лучший севайвл хоррор, и даже не лучший Silent Hill, упаси боже. У него есть привилегия первопроходца, но в отдельных аспектах он состарился не очень красиво. С другой стороны четверть века прошло, а как же о нем интересно говорить. Я склонен верить, что сценарий написан так не потому, что у Таяма был какой-то глобальный замысел, а как раз потому, что никакого замысла не было. Когда твой проект в темпе вальса складывается из кусочков самых разных произведений, разных по духу, по времени, по формату, упущения возникают сами собой. Ну, в этом и есть Silent Hill. Чем проще кажется объяснение, тем меньше ты готов испугаться правде. Ребят, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я очень долго его делал и до сих пор не уверен, получилось ли оно вообще. Дайте мне знать в комментариях, если хотите продолжение, и пожалуйста оцените ролик пальцем. Это правда мне очень помогает. По экрану ползут имена и никнеймы моих бустеров. Отдельное им спасибо за доверие и поддержку. Мы скоро увидимся, не скучайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok